Без чего наше человечество жить не может? Без правды, естественно. Что такое правда? Давайте определимся с нашим понятием слова «правда». Без человечества чего не может жить и что оно потребляет бесконечно? Говорят, что первое, это, конечно, оружие. Это, конечно, очень плохо, но так оно и есть. Дальше что у нас идет? Дальше идет медицина. Или все-таки медицину надо перевернуть немножко с продуктами питания. Все-таки на втором месте это продукты питания есть, правильно? Без продуктов питания мы существовать не можем. Третье, это, скорее всего, медицина. Четвертое, без чего человечество жить не может, это без шмоток. Я, честно говоря, не сильно думаю, что люди могут голышом, даже сейчас, когда температура примерно 0 градусов пройтись. Но, может быть, прогуляется полчаса, а потом они замерзнут. А если минус 35? Ну, понятное дело, что вы замерзнетесь по полной программе. А вот дальше о чем идет беседа? Все говорят, что дальше это нефть. Ну, в связи с тем, что, к слову о том, что машины-то скоро перестанут ездить на нефть, скоро будет на пятом месте электричество. Да, конечно, все, что нами светит и все, что нами двигается с точки зрения, как бы вам сказать, исчерпывающего сюжета, потому что мы же должны это восстановить каким-то образом. Это и есть электричество. И рано или поздно лампочки, все лампочки сгорают. Рано или поздно розетки так же под... Ну, представляете, да, у вас все красиво и ровно. А тут пришел человек со своим сварочным аппаратом и подпалил вашу розетку. То же самое, да? Вообще надо понимать, о чем идет речь. То есть мы говорим про электросилу. Электросила вам дает то, что вам необходимо, и при этом ценники абсолютно нормальные и ровные. Абсолютно нормальные и ровные ценники. То есть нет такого, что вы пришли и так, ооо, нифига себе ценники. Нет, все ровно и красиво. И даже невзирая на то, что мы очень работаем долго, по интернету, естественно, по эфиру. Надо все-таки понимать, что есть товарищи, которые используют эту электросилу. Прицепили электросилу 74. Неужели нельзя было просто мне позвонить? Мы бы сделали для вас то же самое. Но вы не хотите. А теперь мы зададим вопрос, просто зайдя сюда, обратившись к клиентам. Насколько это проблематично, посещение этого магазина? Ну, чтобы никто не наезжал. Типа вокзальная 5. Нет, господа. Мы на Комсомольской 17. А вы не знали? Нет. Вы думаете, что Ленинский район – это центр дорогой торговли? Есть действительно дорогие места. А есть и нет. Опять не доходят. Вот вам то место, в котором народа в разы больше, чем в торговых центрах. А если брать по площади, то это лучший торговый центр города, который вам предлагает электричество за капец. Компейки. Ну, по сути. Лампочка, она же не бывает бесконечно работающая? Понятно, сгорает. А вот, батарейки, они же не бывают бесконечно работающие? Не бывают, да? Ну, вечного ничего нету. А вот, вечного ничего нету. Но тем не менее, мы за ней вечными вещами куда приходим? Магазины. В этот магазин, да? А почему вы приходите именно в этот магазин? Потому что рядом, я здесь живу рядом. Достаточно хорошая ценовая политика и очень хороший выбор. То есть, есть возможность купить? Ну, конечно. Слишком выгодно. Выгодно, да? Цены на приемлемые. Приемлемые. И, пожалуйста, выбор. Большой. Да. Что-то сломалось у вас, да, Витя? Ничего не сломалось. Сломалось, но все равно надо что-то покупать, правильно? Ну да, надо. А почему сюда приходим? Ну, потому что нравится магазин. Пенсионеры, да, ломаемся и понимаем результат, что необходимо эти вещи покупать. А чтобы было бы не за дорого, то куда мы приходим? Сюда приходим более дешево. Дешево, вкусно и нормально. Типа скажите, есть такая штука энтропия, слышали про нее? Нет. Ну да ладно, ты просто про себя расскажу, что мера беспорядочности системы, она постоянно увеличивается, да? Вот. И то же самое, допустим, про энтропию я буду говорить. 15 лет, ой, 25 лет назад купил себе штучку из пластика. Она стала желтой и уже никакая. Все же рано или поздно ломается, правильно? Да. Но за недорогими вещами для электричества куда можно прийти? Вот сюда. Здесь все дешевле. Дешевле, да? Да, в электросиле. А самое забавное, что ценники в городе точно такие же, как и в большем посещении, но более разбросанном по территории место, где ранее хранили картошку, свеклу, морковь, капусту и лук. То есть не доходит. Я тут был в 1988. Картошкой мы тут занимались. Сейчас все перекроено и вы вкушаете пестицидную картошку, лук и морковь в торговых центрах. Но сегодня мы не об этом. Наша цель показать, что электричество в доме совершенно не напрягает семейный бюджет. Если работать с электросилой. Это мне очень нравится, когда люди говорят, а хозяева делают то, что вам необходимо. Уважаемые мои горожане. Мне, естественно, все очень сложно работать, потому что с бизнесом проблемки возникают. Но если бы у нас, как в свое время сказал один товарищ директор в свое время монтажника, а была такая структура. Вы не знаете, я-то знаю, хорошая была структура, сейчас уже никакая. Он в свое время сказал одному человечку, а давайте мы поставим, ну, сделаем в Магнитогорск городом не только металла, но в Магнитогорске можно будет машины производить. Слово о том, что в Магнитогорске можно будет таким же образом делать и холодильники. Да-да-да, или вы забыли, да, что Магнитогорск выпускает металл различный, даже покрытый эмалями. То есть можно было не куда-нибудь все это дело сдавать, а в городе Магнитогорске работал. К сожалению, человек сказал, что это делать не нужно, это было очень плохо. Мне это, естественно, не нравится. Ну, так и ладно. Но, тем не менее, мы находим тех людей, которые вам показывают, что даже при работе с тем, что рано или поздно закончится, потому что электричество не может работать бесконечно, лампочки не могут работать бесконечно, они рано или поздно вернутся, то же самое и провода естественные. И мы вам показываем то место, где все это вы можете купить абсолютно ровно и красиво. Где-то одно из подразделений находится на Комсомольской, 17-й, другое, электросилор, находится на вокзальной, 5-й.